Всем привет, дорогие друзья! С вами First One, и сегодня мы будем играть в игру под названием Carball 3D Online Football. В общем, игра такая довольно-таки простенькая. Здесь, знаете, минимум всего, то есть, все только самые необходимые настройки. Музыка, звуки, качество, ну, в общем, показывать ники игроков или нет. Можно на свою машину вешать всякие модули, они, правда, стоят либо золотые, да, есть покруче. Ну, я так понимаю, это за голоса надо покупать, либо обычные, за игровую валюту, которую надо зарабатывать в битвах. Можно там, вон, баллоны с закиси азота повешать или что-нибудь еще, охладители. В общем, мне пока что ни на что не хватит. Можно, наверное, и машины со временем менять, но у меня пока что доступна только одна машина. Можно посмотреть рейтинг. Ну, в общем, у меня пока что ни одного матча не сыграно. Ну, вот сейчас отправимся и поиграем, и я вам покажу, что из себя представляет игра. Вообще, знаете, рождается такое представление, что разработчики подумали, что больше всего нравится людям. Ну, конечно же, мужикам, да, что нравится. Футбол и тачки. Ну, и вот они решили совместить все это в одной игре. Здесь мы будем кататься на тачке, ну, и играть при этом в футбол. То есть машины толкают огромный мяч, пытаясь попасть во вражеские ворота. Ну, что ж, дождемся, пока нам найдут игру, и тогда продолжим наше видео. Так, отлично, друзья. Мы на месте. Двое против одного. Это вообще нечестно. Так, они уже едут на мяч. Так, 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 бьют, бьют, бьют. Ах, ты ж черт! Нет, 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 друзья. Так не должно было быть. О, боже, они мне сейчас забьют гол. Двое против одного. Да и я еще такой кульбит беспонтовый сделал. Не мог нормально отбить. Все. Софья, Софья Чихонина забила мне гол. Блин, с самого начала. Я боялся, знаете, ехать вперед. Ладно, все. Давайте, сейчас старт. Поехали. Мне главное доехать первому и толкнуть этот мяч на вражеские ворота. Надо было маленько правее взять, чтобы сразу по воротам бить. Ну, ладно, это ничего. У меня опыта пока что мало. Наберемся. Главное, что мяч сейчас на вражеской территории. Но если я тут плохо сыграю, а я плохо сыграю, я вот не туда. Надо было маленько правее взять, чтобы в створ ворот попадать. Так, не знаю, где сейчас мяч приземлится. Но мне бы надо так, чтобы он в сторону моих ворот не пошел. А он уже скоро пойдет. Этот парень единственное, что спиной стоит, поэтому он мяч не видит. Он не знает, что ему надо. А мне надо было взять правее. Вот я опять, знаете, то вправо, то лево. Так, давайте толкнем его. Сейчас отъедем маленько, посмотрим, где он приземлится. И тогда будем уже корректировать курс. Так, наш мяч. О, вот он он. Чуть-чуть левее надо было. Так, сейчас мы можем маленько скорректироваться. Отлично. Кажется, я отыгрался. Фух, ребята. Отлично. Ничего, что я тут один против двоих. Это нас не смущает. Так, так, так. Погоди, Соня, не беги вперед. Так, отличный удар. Мяч летит во вражеские ворота. Это гол, да? Гол с самого старта. Замечательно. Вообще, вот тот парень в центре должен был защищать, но он, похоже, АФК, поэтому у меня есть тут большое преимущество перед врагами. Соня ехать до мяча дольше, чем мне. А вот тому парню в центре он АФК. Блин, плохо, плохо, плохо ударил. Прям по нему попал. И Соня, смотрите, тоже что-то встала на месте. Она не едет, не сражается. Может быть, она недовольна тем, как развивается ситуация, что у нее такой товарищ безнадежный. Ну вот, вот на ее шанс был ехать вперед. Где она? Слушайте, они все встали на месте. Мне это не нравится. Я хочу играть против живых игроков, а не против этих. Так, ну ладно, поехали. В сторону ворот забьем гол АФКшником. Там, правда, один вот встал как раз в створе ворот. И мы как раз на него гоним мяч. Он сам по неволе, сам того не желая, может стать неплохим защитником. Ну попробуем вот толкать свой мяч чуть-чуть левее. Между них надо прогнать. Вот, отлично. Но вообще это неинтересно. Это неинтересно, потому что у нас целых два врага и оба АФК. Сейчас попробуем гол сходу забить. И если не получится, ну или если получится, в любом случае я потом пойду в следующий матч поищу для видео поинтереснее. Так, скосил маленько. Ну а правую штангу ударится и залетит внутрь, да? Блин, нет. Ай, ладно. Надо учиться, надо учиться забивать гол сходу. Тут можно вот, как видите, на С жать, чтобы перевернуться и ударить мяч посильнее. Давай, мячик скатывайся, едь вдоль штанги. Мы сейчас тебя маленько так не спеша подъедем, подтолкнем наши враги АФК, так что все нормально. Ладно, ну ребята, на этом, наверное, закончу. Сейчас подожду пока... Ну то есть этот матч я добью, но за кадром, а потом начнем нормальный матч с нормальными игроками. Ну что же, друзья, вот я добил этот матч, забил 8 голов, получил 24 награды. Не знаю, мне кажется, как будто мои враги просто вышли из боя, а их машины находились на поле. Они, наверное, хотели найти какую-то более адекватную игру с большим количеством игроков. Кстати, игроков в очереди 1. Это плохо, но на самом деле я играю с утра, вот если бы я вечером зашел, мне кажется, мне было бы проще найти большую игру с большим количеством игроков. А вот сейчас, ну уж извините. Ну ладно, ничего, поищу, подожду, может что-нибудь и выпадет хорошее. Так, ребят, нам наконец-то нашли игру, в этот раз нас трое, врагов двое. Ну и я в центре начинаю, это мне нравится, потому что я уже... Блин. О, смотрите, сейчас гол будет сходу. Нет, смотрите, там один отпиндорил мяч. Причем он пиндорил так хорошо в нашу сторону, что он сейчас может и гол забить. Так, поехали, посмотрим, что там. Не, все-таки штанга. Ну и слава тебе, господи, а то было бы вообще нелепо. Но там парень молодец, он сразу поехал на защиту ворот. Ох ты, что творит? Да у него и тачка какая-то матерая, да, не то что у нас. И где наш мяч? Друзья, где мяч? Вон он, скачет. Так. Денис Агеев. Прямо вгрызся в мяч. Да, ё-моё. Слушайте, он хорошо этим мячом, да? Он прямо его с боковой позиции почти в сторону ворота отправил. Да, ё-моё, вот свои только мешаются. Ну что ты мне под ноги-то прыгнул. Я хотел такой хороший удар по мячу сделать. Ну что, ребят, как вы там поделите мяч между собой? Синий кувыркается. Кувыркается, надо сказать, в никуда. Красный, красный идет прямо. И что? Он перекинул, да? Створ ворот, ребята, ребята. Не-не-не-не-не, не толкай меня. Да черт же ты, отбивай, парень. О, слава тебе, господи. Прям из створа ворот выбил наш парень. Слава ему, господи. Вообще, парень молодец. А я этого красного блокировал как мог. Хотя у него тачка мощная. Ну вообще, вот смотрите, мы играем по сути втроем против одного. Потому что он у них опять союзник, стоит на месте, ничего не делает. И мяч, мяч уже летел в створ ворот. И, блин, смотрите, как он его здорово выбил из ворот. И прямо в наше. Слава тебе. Да ладно, сколько уже можно, знаете, не поминаю имя господа в суе. Ну, он почти, блин, он вообще молодец. У него крутая тачка. Он, видать, один из немногих, кто задонатил, чтобы играть в эту игру. Ну ладно, синий, давай, давай, пинай мяч. Куда ты его пнул? Где? Вот он, красному дал пас. Надо вообще блокировать красного. Я не знаю, может, если кто-то один будет его блокировать, то другие будут нормально играть. Блин, смотри, он хочет забить нам гол. Ну-ка, нечего. Блин, а его трудно блокировать, он шустрый. Он сам кого хочешь блокирует. Его же еще догнать для этого надо. Так, ладно, этот синий подберет мяч. Ой-ё, не так я хотел. Смотрите, что творится. И да, он забивает гол. Это первый гол, и парень явно молодец. Мы тут втроем на этих ежиках ездили, потели, а он в итоге сорвал куш. Так, ну ладно, бегу на центр. Он сейчас от центра будет отбивать, да? Давайте вправо-вправо. Он не успеет отбить. Ес, это мой гол. Я все-таки наловчился маленько голы с центра забивать. Сейчас попробуем еще раз. Но тот парень, смотрите, он сразу на ворота едет. Он сразу готовится отбивать. Куда сейчас? Влево-вправо ударить. По центру. А мы вон в того попали. И нам еще сзади прилетело от своего же. Так, ладно, где мяч? О, вот он мяч. Ребята, ну куда ты его бьешь? Бей в сторону ворот. Наши тут даже портят игру маленько некоторые игроки. Так, давайте. На голову взял. Ох ты, какой молодец. В сторону наших ворот. Сейчас еще автогол забьем. Не, автогола, конечно, не будет, но он зря пнул мяч в сторону наших союзных ворот. Сейчас, да, конечно, этот Денис этим воспользовался и забил нам гол. Даже сделал победное сальто. Ну что, Денис, молодец. 33 секунды у нас остается. И Денис у нас ведет. У меня, знаете, один шанс. Блин, а смотрите, он даже быстрее до мяча доезжает. О, смотрите, это мой час. Мой час забивать гол. Да, 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 друзья, 2-2. Все-таки я сумел довести дело до ничей. Но наш враг, да, Денис Агеев, он сам виноват. Он мог этот мяч ударить. Он быстрее меня до него доезжал. Но он почему-то проехал мимо. Так, и что, Денис? Ты забил мяч? Ворота. Блин, только не это. Мы должны сыграть хотя бы в ничью, ребята. Тяните время. 8 секунд у нас. У нас 8 секунд. Да, друзья, ничья. Но мы играли втроем против одного. И он молодец. Надо отдать ему должное. Но он и очков заработал больше всех. Я вот за 2 гола всего 4 очка заработал. Так, ну, в принципе, друзья, мне понравилось. И я хочу попробовать еще. Вот, а я, кстати, позвал людей из моей группы ВКонтакте, чтобы они поиграли, чтобы у нас было побольше людей в очереди. И, ну, как бы, я думаю, вечером игроков хватает. Но так как я играю с утра, игроков в игре мало. Ну, вот хоть кого-то сейчас загнал. Нам бы еще одного в очередь. И тогда можно было бы сыграть 3 на 3. Ну, что ж, подождем. О, вот, нам нашли игру. Трое на трое. Опять Денис Агеев против нас. Блин, почему мне так везет играть против Дениса? Этот Денис нас сейчас порвет. Если у него еще 3 играющих нормальных игрока будет в команде. Так, блин. Мой кульбит не о чемный. Ребята, ребята, уводите мяч от базы. Да что же вы творите? Вот они все здесь. Блокируйте Денису. Дениску. Делайте что-нибудь. Мне кажется, нас сейчас разобьют в пух и прах. Потому что у нас ни одного Дениса Агеева в команде нету. А этот парень действительно знает, что он делает. Знаете, тут многие не знают, что они делают. А вот Денис как? Знает. Вот он. Вот, вот, вот. Отлично. Ворота летят. Мяч летит во вражеские ворота. Но Денис, Денис нам все портит. Вот если бы не Денис, я уверен, эти ежики вражеские, они так играть не умеют. Они бы даже не выбили этот мяч. Он бы так докатился до ворот и все. Но Дениска, Дениска творит дело. Ребята, это просто видео будет о да Денису. Потому что, ну, потому что есть хороший игрок. И с этим трудно что-то сделать. Ну, куда вы его? Давайте в сторону своих ворот, ребята. Нет, все-таки в сторону наших. А там Денис уже на подхвате. Так, я пойду вообще на ворота постою. Чувствую, я тут что-то плохое затевается. Лучше я буду в створе ворот. А вось мяч отобью. Блин, что, я не допрыгнул до него? Ну и он, наверное, ударил слишком сильно. Так что он перелетел в ворота. Так, дайте мне назад, назад, назад сдать. Так, нам надо прыжок сделать, да? Хотя бы вот такой. Да. Так, ну и где мяч? Вон он мяч. Я на воротах. Наши ребята летят вперед. Денис блокирует. Он сейчас блокирует, и он сейчас, наверное, опнет этот мяч в сторону наших ворот. Он все-таки там обгонит, закусится, выиграет. Смотрите, пока что мяч там. Надежда Степанова у нас тут пришла на подхват. На случай, если мяч прилетит на нашу половину. Ребята, ну что вы там? Я пока что отсюда посмотрю. Как раз обзор хороший. И... Да, вот он, мяч летит к нам. Денис толкает его в нашу сторону. Надежда там мешается. Так, ребята выбивают. Я пока что на воротах. Пока что 0-0, друзья. 0-0. Но еще не вечер. Еще не вечер. Дениска, я думаю, в свой гол под конец игры все-таки забьет. Хотя бы один победный. Он это умеет. Так, ну кому ты? Куда ты этот мяч отправил? Так, ладно, я на выезд. Так. Ребята, ребята. Мяч сейчас ударится и куда-то сюда прилетит. Вот он он. Так, назад он от меня откатился. Так, я сейчас в сторону ворот, потому что я не знаю, что там творится. Вообще тут, да, неудобно, что ты не видишь, что творится на поле. Ты видишь только то, что ты видишь. О, вот что я вижу. Блин, вот он этот был мяч в наши ворота. Вот если бы я чуть-чуть правее запарковался, я бы мог спасти наши ворота. Так, ну ладно. Все, поехали на центр. Денис идет нас подрезать. Блин. Ну, он слишком высоко кинул мяч, да? Он не попадет в ворота. Так, где мяч? Мяч ушел направо. Дениска уже здесь. Так, я попробовал его откинуть, но, кажется, у меня не особо удалось. Мне надо было быть правее. Блин, Денис вообще всегда впереди планеты всей. Смотрите, какой он дальний прострел делает. В штангу. Слава тебе, Господи, в штангу. Так, ребята, давайте толкайте его. Не торопясь, этого я блокирую. Да, главное, в принципе, Дениса блокировать, и не этого парня. Потому что он там больше проблем создает. Вообще, можно всегда определить, где находится мяч, потому что там, где находится мяч, там находится Денис. Блин. Все, похоже, мы сейчас еще один гол нам забьет. Хотя 15 секунд до конца, но вот я вижу, да, действительно, мяч уже катится в наши ворота. Да-да-да, ребята, 9 секунд, и Денис забивает второй гол. Денис, молодец тебе, конечно. Уважение наше и почет. Вот, но я бы хотел играть в команде, ну, я бы хотел играть с такими же новичками, как и я на обычных машинах, чтобы ни за нас, ни против нас не было вот таких вот людей, которые, скажем так, заплатили за игру. Ну, я думаю, что он все-таки заплатил, чтобы приобрести себе эту машину. Ну, может быть, конечно, я не знаю, может быть, ее можно приобрести как-то... Где? А я вообще не вижу, я могу свою в утиле отправить, а вот как купить новую, может быть, мне пока что ничего не доступно. Ладно, давайте еще раз поиграем. Ну, блин, с Агиевым неинтересно. Я бы хотел с обычными ежами, такими же, как и я, чтобы, ну, чтобы все были наравне. Без донатов было бы веселее. Ну что, опять Денис Агиев, причем в моей команде, но это еще более неинтересно. Мне неинтересно, чтобы он был не в моей команде, неинтересно, чтобы он был против меня. Вот она опять, Надежда Степанова. Все те же лица, только Надежда теперь против нас. Так, смотрите, мяч, 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 сам летит в ворота. Осталось только догнать и подтолкнуть. Давай, Надежда. Ну, не Надежда, не ты, так я. Отлично. Первый гол забивает Никита Ковалев. Ваши аплодисменты. У-ху-ху-ху! Ту-ту-ту-ту. Так, ну. Ладно, что теперь? Наши ребята с самого центра начали и второй гол. Похоже, в этой игре мы будем рвать наших противников просто на корню. Мало того, что у нас есть Денис Агиев, у нас есть и Максим. Максим тоже, видать, умеет играть, раз он забивает голы со старта. И, видать, все у нас умеют играть. Ну, наверное, кроме меня. У меня опыта все-таки как такового нету. Я только вот, ну, на ваши глаза, сколько матчей сыграл, столько опыта у меня и есть. Денис, ты слишком близко бьешь вот такие пульбиты. Ты бы просто вот так вот ударил. Да, блин. Нет, не так. Конечно, не так. Так, ладно, что? Где враги? Где мяч? Вот он, мяч у Дениски. Да, мое, это, утверждение, как всегда, сработало. Там, где Денис, там и мяч. Вот. Так, ребята, ну давайте. Слишком сильно допнул. Не, смотрите, нормально. Забиваю гол угловой. Никита Ковалев впереди планеты всей. Два гола в этом матче забивает наш юниор. Так, Максим сейчас, похоже, сходу бьет. А смотрите, враги у нас, похоже, все опять... А, нет, вот один катается, но двое. Они, наверное, вышли из игры. А когда враг выходит, машина его остается на поле. То есть она не пропадает, она стоит просто... Просто игрока уже нету. Он, наверное, вот так нажали, выход, и ушли. Такие, ну нафиг, нам тут неинтересно, мы здесь играть не будем. Я бы, на самом деле, тоже ушел. Я, да, давайте... Я, на самом деле, думал на этом видео закончить, но я хочу сыграть одну игру без Дениса Агеева. А, блин, смотрите, меня опять сюда вернули. Я думал, я буду в какой-то другой игре. А меня вернули в предыдущую. Ну, похоже, просто так покинуть бой не получится. У Максима вообще, его звездный час, он со старта начинает и сразу кидает мяч в ворота. Тем и живет. Тем и зарабатывает. Вот той надежде следовало бы ехать сразу в створ ворот и пытаться отбить этот мяч. О, смотрите, он промазал. Денис хочет забить этот гол. Денис, ты тут не один. Кто хочешь? Эх, да, Дениска, молодец. О, что, мне дают ударить? Нет, дают Денису, похоже, ударить, потому что Денис быстрее. Единственное, что Денис маленько скосил. Не совсем в ворота мяч пошел. Надо его маленько подкорректировать. Надежда его маленько подкорректировала. Не в нашу, конечно, пользу, потому что она наш оппонент. Ей нужно действовать так, чтобы нам было не очень хорошо. А где мяч? А, он еще не успел приземлиться. А я надеялся такое сальто назад сделать. Ладно, Денис, бей, а я там подхвачу, если ты промашь. Так, Дениска, молодец. Все, это гол, друзья. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, Максим в итоге включился в игру. Но мне кажется, если бы Максим не включился, мяч бы все равно худо-бедно сам бы докатился до ворот. Медленно, но верно. О, смотрите. Денис был близок, но нет. Что, Денис, исправишь свою ошибку? Да, отличный гол. Отличный гол, но очень скучная игра. Хотелось бы действительного противостояния. Три на три. Одни ежи. И чтобы все живые игроки. А то не так, как здесь поиграли и в итоге вышли. Им сразу не понравилось. Одна надежда готова биться до конца. За что ей, конечно, уважение. Но мало что у нее из этого выходит. Знаете, что бы я сейчас сделал, друзья? Я бы все-таки подождал, пока... Ну, то есть я бы закончил этот матч. Потому что мне просто не дают начать новую игру, пока я не закончу эту. Вот, я выхожу. Жму играть. И он меня автоматически возвращает именно в этот матч. Я бы подождал его до конца. Потом подождал бы еще маленько, чтобы Денис Агеев нашел свой бой какой-нибудь и вступил в него. А потом бы уже поиграл. О, смотрите. Он бьет по нашим воротам. Он дает шанс Надежде забить хотя бы один гол. Давай, Надежда. А, нет. Я думал, что мы действительно хотим дать Надежде возможность забить хотя бы один гол. Чтобы ей грустно не было. Да, давайте, правда, давайте помогать Надежде. Давайте бить по собственным воротам. Надежда, мы с тобой. Вот только Денис не знает, что мы с Надеждой. Хотя нет, Денис вот, смотрите, он... А, нет, это красные ворота, да, вражеские. Давайте сейчас ради интереса. Хотя у нас 19 минут мы уже... Ой, 19 секунд мы уже ничего не успеем. Но я бы хотел помочь Надежде. А то она одна против двоих. Я хотел как бы представить так, как будто я играю за красных против синих. Забить автогол или еще что-то в этом роде. Но мы уже ничего не успеем. Да, мы ничего не успеем. Ну, в принципе, друзья, на этом можно было бы закончить этот матч. Но знаете, что я хочу? Я уже говорил, что я хочу. Я хочу... Чтобы Денис Агеев нашел в себе свою игру. А я подключился к игре чуть позже. Так, друзья, отлично у нас новый матч без Агеева. Что ж, это меня радует. Хотя у нас теперь есть Дима Орлов. Тоже на крутой тачке, блин. Вот что меня не радует. Как бы поиграть без этих донных парней. Донных не от слова дно, а от слова донат. Единственное, что меня радует, что он... Смотрите, все красные за мяч сражались. В итоге ни один по нему не ударил. А, смотрите, у нас и Сергей тоже на крутой тачке. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, эти ребята не так хорошо играют. Несмотря на то, что имеют вроде как машину покруче. Так, Сережа, забиваешь ты гол или нет? Да, Сережа забил первый гол. Жаль, что я не на... А, не, я на центре начинаю. Ну что ж, тогда понесемся сейчас в бой. У меня есть шанс сделать первый удар. Не, нету. Враги бьют. Наш парень отбивает мяч. Так, и куда улетел мяч? Вот он он. Так, отлично, Сережа. Сережа толкает мяч вперед. Пойдемте попробуем побыть на подхвате, если он его сюда выпнет. Похоже, у нас один противник вышел. Мяч перескакивает поверху. Где он падает? Вон он, где. Ладно, наша тут быстрее. Да е-мое. Здесь все. Давайте, легкий пинок. Легкий пинок. И гол засчитывается мне. Отлично. Потому что я последний из наших друзей, кто по нему ударил. Могли бы, конечно, автогол засчитать, но тут такого нет. Смотрите, враги хорошо. Кто у нас на базе дефи? Вот он наш парень дефит. Так, отлично. Мяч выгнали. Но я плохо на центре стою. У меня, видать, нет ускорителей каких-то или что. Я не успеваю обогнать вражеского центрового. Так, ладно, наш там подходит, а я пока посмотрю. Блин, я хотел посмотреть, где мяч. А мяч уже в створе наших ворот. Не-не-не, друзья, так дело не пойдет. Блин, он все-таки забил этот гол. 2-1. 2-1, друзья, товарищи. Так, вот 3-2-1, поехали. Ну, я не успеваю. Нет, он быстрее. Смотрите. Ладно, я тогда назад. И отбиваю, да. Буду тогда вот так на дефе стоять. Можно, наверное, даже отбить иногда так, что мяч улетит вообще к врагам в ворота. Но мне вперед нет смысла ехать, потому что я медленнее, чем враги. У меня машина абсолютно простая. Галина. Галина, похоже, вышла из игры. Так, не успел я. Враг оказался быстрее. У него, смотрите, у него и машина как-то по-другому выглядит. Так, где мяч? Вот он, мяч. Так, ладно, пинай его. У нас, кстати, Дима Орлов вышел. Мы теперь играем. Мы теперь, похоже, играем двое против одного, потому что у врагов, похоже, тоже два АФК. Так, Сергей на подхвате. Отлично. Сергей сейчас пнет куда-нибудь сюда. А мы здесь попробуем поймать мяч. Где мяч? Вот он, мяч. Отлично. Блин, 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 блинский блин. Вот плохо, что ты не сразу видишь, где мяч. Не хватает обзора. Я не знал, что он сейчас... Ну, я предполагал, что он может вот так вот ехать на меня. Но наверняка я этого не знал. Поэтому не смог его вовремя подхватить. А когда он оказался перед моими мониторами, моя слишком медленная машина не успела до него добраться. Так. Так. Это было, конечно, близко, но не совсем. Совсем не близко даже, наверное. Мяч летит в сторону нашей базы. Так, наш парень на подхвате. Может быть, было бы с моей стороны разумней пытаться блокировать врага. Так, вот, смотрите. Блин. Ну, ладно, я бы все равно не успел доехать сюда так быстро, чтобы мяч выправить в нужном направлении. Но, друзья, на этом, пожалуй, и закончим. С вами был 1101. Если вам Агран понравился, ссылка будет в описании. Лично мне понравилось. Простенько, но со вкусом. Давайте единственное, что посмотрим, хватит ли нам на какой-нибудь новый модуль. 250 стоит закись азота. Это я видел, да? Ребята иногда используют такое ускорение и делают рывок вперед. Здесь тоже. То есть мы можем поставить два баллона НОС, либо можем поставить еще охладитель. Не знаю, что он дает. Может быть, просто двигатель быстрее. Прыгун. При активации подбрасывает машину по направлению движения. Позволяет прыгать во все стороны движения и вверх. Ну, это, наверное, вот как раз то, что мы используем, да, на С. Можно также посмотреть информацию по охладителю. Модуль для турбосистемы не работает без турбомодуля. Что значит не работает без турбомодуля? Нужен какой-то турбомодуль. Увеличивает время до перегрева турбо и ускорит охлаждение системы. А, вот он, турбомодуль. То есть сперва нам нужен турбомодуль, а потом уже охладитель. Ну и один баллончик НОС. Я бы, наверное, так воткнул для начала, чтобы посмотреть. Турбо, НОС и охладитель. Модуль для турбосистемы не работает без турбомодуля. То есть сначала нужно в любом случае ставить турбомодуль, а потом уже все остальное. Насчет новых машин я вот не знаю. Ребята-то ездят на новых машинах, а я, ну как мне новую машину купить? Я вот здесь нигде не вижу. Могу свою будь или отправить? Может только после этого можно купить новую? Я что-то сомневаюсь. А, вот есть магазин. Вот, вот где надо покупать новые машины. Можно прикупить себе жука, жук МК, ежик МК, кузнечик, кузнечик МК, тигра, тигра МК. Ну вот, по-моему, вот на таких, да, ездят крутые донаты. Но можно своими силами, если часто играть, накопить на простого тигру и поездить на нем. Полторы тысячи, но если часто играть, то со временем заработайте. Единственное, все вопрос упирается, опять же, во время игры. Ну и в то, как хорошо вы будете играть, потому что от этого зависит, сколько вы очков заработаете. Ну ладно, друзья, на этом и закончим наше видео. С вами был 11.1. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.